Всем привет! На связи Вера Владимирова, сертифицированный кето-коуч и опытный кето-практик. И вы на канале про кето-питание. В этом выпуске я порассуждаю на такую тему. Не могу обходиться без еды больше трех часов. Периодически в комментариях я вижу такие возгласы, что мне кето не подойдет, потому что я все время голодная. И типа не больше трех часов могу выдержать без еды. Давайте разберемся, почему человек испытывает частое чувство голода и как отодвинуть чувство голода на 4-6 часов. В появлении чувства голода есть два ключевых фактора. Первый фактор это инсулин, а второй фактор это уровень сахара в крови. Одно коррелирует с другим, и сейчас подробнее об этом расскажу. В каких случаях мы будем испытывать ранний голод после достаточно калорийного приема пищи? Например, если мы съедим тарелку плова, то есть рис с мясом. В тарелке плова будет от 50 до 100 граммов углеводов. Такое количество углеводов, поступившие единовременно в человеческий организм, вызывает пиковую выработку инсулина. Инсулин это гормон, понижающий уровень сахара. И нужен он как раз для того, чтобы убрать лишние углеводы, поступившие с едой. В крови человека постоянно присутствует 4 грамма глюкозы, и все, что выше этого, должно подлежать утилизации. А утилизируется глюкоза из кровотока при помощи гормона инсулина. То есть инсулин выделился, рецепторы клеток сработали, открылась клетка, запустила глюкозу. И поскольку количество углеводов было большим, то и количество инсулина, которое выделяется, будет тоже большим. И будет выглядеть как резкий подъем. За этим резким подъемом через 1,5-2 часа примерно следует провал глюкозы, то есть гипогликемия. Она возникает как раз из-за того, что инсулина выделилась с запасом, и он убрал всю глюкозу, которая пришла, и ту глюкозу, которая есть уже в крови. И поэтому может случиться гипогликемия. Когда гипогликемия приходит, приходит и чувство голода. То есть это такой защитный механизм организма, когда он своими вот такими реакциями побуждает мозг к тому, что надо поесть. Надо поесть, чтобы поднять уровень глюкозы до нормы. И поэтому, когда мы едим высокоуглеводные блюда, то между приемами пищи проходит 2-3 часа, не больше. Все потому, что у нас бесконечные качели. Вверх-вниз, вверх-вниз. Что инсулиновые качели, что глюкозные качели. Такой же эффект будет, если мы съедим, скажем, тарелку гречневой каши. Такой же эффект будет от тарелки манной каши. Такой же эффект будет от овсяной каши. Такой же эффект возникнет от, скажем, пары бутербродов. То есть хлеб, колбаса, сыр и так далее. Но поскольку бутерброд лежит на хлебе, в одном кусочке хлеба может содержаться от 30 граммов углеводов и более. Соответственно, съев пару бутербродов, мы также вызываем инсулиновый ответ высокий, за которым следует провал глюкозы. И зверский голод. Также неудачным выбором будет съесть какие-нибудь мюсли, хлопья и прочее. То есть все, что содержит в себе большое количество крахмала или сахара. Или других каких-то полисахаридов, которые могут разложиться на глюкозу и фруктозу уже в ночная сорта. То в этом случае мы как раз будем иметь зверский голод через 2-3 часа после приема пищи. Если убрать из рациона крахмал и сахар и заменив вот эти вот условные калории, которые мы получали раньше из сахара и крахмала на калории из жира, то картина выработки инсулина меняется. Она становится вот такой. То есть когда мы едим углеводы, связанные с клетчаткой, а на кето в основном это углеводы, связанные с клетчаткой, то есть не крахмальные овощи и листовая зелень в большом количестве. Когда мы едим умеренное количество белка и всю дополнительную энергию получаем из жиров, то в этом случае голод как таковой проходит очень быстро и следующий прием пищи у нас будет как минимум через 4 часа после предыдущего приема пищи. И плюс к этому жиры из еды дают очень быстрое насыщение. То есть если вы вспомните свое пищевое поведение раньше, когда мы едим, допустим, что-то углеводное, у нас нет стопора, потому что не работает комбинация грелин-лептин, то есть гормон голода, гормон сытости. Они работают в присутствии инсулина не так, как должны были бы работать. И поэтому высокоуглеводной едой наесться невозможно. Как правило, мы едим высокоуглеводную еду до того момента, когда уже некуда складывать, то есть чувство распирания в желудке. А когда мы едим жирную еду, то лептин, гормон насыщения, выделяется мгновенно. То есть мы съели какое-то количество еды, выделился лептин, мозг получил сигнал о том, что организм насытился, и после этого как бы наступает отказ от еды. То есть вы понимаете, что дальше вам есть не нужно, вы уже наелись. На углеводной еде такого добиться очень сложно. Стоит попробовать хотя бы на неделю снизить количество своих привычных углеводов до какого-нибудь минимума, заменить недостающие калории калориями из жиров и почувствовать разницу. Чем дольше вы находитесь на низкоуглеводном высоко жировом питании, тем проще обходиться без еды, поскольку организм кетоадаптирован и получает часть энергии из своих жировых запасов. Кетоадаптированный человек может обходиться без еды 4, 6, 8, 10, 12, 18, 24 часа. В зависимости от того, насколько полноценную еду вы съели до этого. Вот и все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик. Впереди будет еще очень много интересного. Всем пока!